Мелкие жулики стали настоящим стихийным бедствием для мелких магазинов. В супермаркетах есть охрана, а в маленьких продуктовых магазинчиках 2-3 продавца и все. Этим и пользуются жулики, которые ходят туда как на работу. Воруют по мелочи, чтобы в случае поимки к уголовной ответственности их не привлекли. Вот и приходится кассирам быть еще и группой быстрого реагирования. Вот он отсюда взял, пошел туда, засунул его под кофту и пошел вот здесь через кассу, бегом туда. Вызвала старшую, и вон там мы его в дверях уже схватили. Стал отбираться, он не отдавал. И хорошо вот молодой человек помог. Еле-еле отобрали. Уже не первый раз мы его вот только вот схватили первый раз. Вот она выбежала одна, у меня покупатели здесь. Я не могу бросить кассу уйти. Вот промоутер мальчик там помог задержать его. Вот все. Хотя бы товар отнять, поставить на место. Я не думаю, что он до такой степени голодный, что украл кофе, да? Я понимаю, он может курать хлеб там, чего-то, чтобы ему покушать. Но я думаю, это просто, наверное, баловство. Это же наркоманы, это же, кто не хочет работать. Идите на Заречный этот рынок. К нам приходят наши же покупатели, говорят, все по 100 рублей приносят. Разбирают в лед. Очень любят шампуни у нас, шоколад очень много любят. Сыр ламбер, дорогую сыр копченую колбасу. Очень много воруют, очень. Приходят, смеются нам в лицо. Обнаглели просто люди. Обнаглели. Безнаказанность. Видят, что нет охраны. Продолжение следует...